Россия играет хилыми мускулами Логотип Россия играет хилыми мускулами Газита Вайбаза Польша Витольд Гадомский Реа Новости Американский финансист Билл Браудер Билл Браудер Который основал в Москве в 90-е годы инвестиционный фонд Hermitage Capital Сравнивал менталитет российских олигархов с менталитетом бандитов из тюремного двора Они стремятся кого-то унизить или, говоря прямо, Дать кому-нибудь в зубы Не для того, чтобы получить какую-то выгоду А чтобы не показать, что они слабее, чем кажутся То же самое относится к находящимся у власти российским политикам Страна переживает серьезные экономические трудности После 15 лет правления Путина оказалось, что российская экономика в еще большей мере, чем СССР Зависит от добычи и экспорта сырья В первую очередь энергоресурсов Длившееся больше десятилетия мнимое экономическое чудо Было связано не с улучшением работы государства Специальными возможностями для инвесторов или мудрой макроэкономической политикой А с высокими нефтяными и газовыми ценами на мировых рынках Россия лишь в незначительной степени может контролировать эти цены и изменения на рынках сбыта углеводородов Она в большей степени зависит от европейского рынка, чем Европа, от российского газа Когда цены сырья упали, в российском бюджете появилась дыра И сейчас придется урезать расходы, в том числе и в военно-промышленной отрасли Однако кремлевские руководители придерживаются бандитского кодекса чести и считают, что время для компромиссов с соседями и европейскими партнерами не пришло Важнее всего, не показать своей слабости Сначала в зубы получила Украина Сейчас глава «Газпрома» Алексей Миллер угрожает европейским государствам при остановке поставок газа А через Польшу собирается проехать мотобанда «Ночные волки», которая участвовала в захвате Крыма Миллер уверяет, что его концерн обладает достаточными резервами и поэтому способен выдержать торговую войну с Европейским Союзом Я не сомневаюсь, что достаточные резервы есть на счетах самого Миллера и других людей из путинской команды, но не у «Газпрома» или России Сырьевая держава благодаря нефтяному буму накопила не намного больше финансовых резервов, чем было перед 2014 году в наших открытых пенсионных фондах Большому государству, которое тратит на армию в год почти 100 миллиардов долларов Таких резервов недостаточно Евросоюз не первый год пытается создать на своей территории исправно функционирующий рынок газа и сопротивляется концернам, которые используют свою монополистскую позицию Поэтому, в частности, был заблокирован проект газопровода «Сауфстрим», по которому «Газпром» хотел поставлять сырье в Южную Европу через территорию входящих в ЕС Болгарии и Венгрии Концерн пытается обойти европейские законы, строя газопровод через Турцию Угрозы в отношении Евросоюза должны отбить у него желание блокировать этот проект Россия могла бы быстро стать страной богатой, с богатыми гражданами, а не олигархами, генералами и политиками, и хорошо управляемой Если бы она приняла правила, работающая в цивилизованном мире, уважала иностранных инвесторов, соблюдала права человека, вела сотрудничество, а не стремилась доминировать В советские времена в Польше возникла довольно большая группа русофилов, которых привлекала мягкая сила восточного соседу, песни Высоцкого и Акуджавы, книги Шукшина или фильмы Тарковского Современная Россия верит лишь в жесткую силу, танки и ракетные установки, обстреливающие города восточной Украине, или в мотопробег по Польше ночных волков Нужно обязательно дать кому-нибудь в зубы, а потом кричат нападают Польским политикам следует занять солидарную позицию в отношении российских требований и провокаций Нам следует быть решительными, что не означает, агрессивными Нам нужно как можно быстрее обрести независимость от поставок энергоресурсов из единственного источника, что не означает, отказаться от импорта из России А еще, надеяться, что россияне поймут, каким бедствием стало для них правление Путина Оригинал публикации Росса Ватл Мисс Нинапроза Опубликовано 15 апреля 2015 года 1554